Как не остаться на улице, купив квартиру в новостройке? А такие ситуации сплошь и рядом. 9 лет инвесторы дома в центре Киева мечтали, экономили и ждали свое собственное жилье. Боролись за то, чтобы его достроили. И вот теперь, когда объект наконец сдан, они не могут получить ордера. Василий Зима разбирался в этой ситуации. Вселись, если сможешь. Вроде квартиры оплачены, дом построен, а жильцов не пускают. Застройщик сделал квартиры большими, а теперь требует, чтобы люди оплатили лишние метры. Секция стоит, ничего не меняется. Как к 2012 метру, у меня еще образовывается почти 4 метра. Это загадка. Лишняя не беда, говорит Сергей. Пугает то, что увиденная квартира совершенно отличается от той, которую указали в чертежах 9 лет назад. Шокирована и Людмила. Совершенно другая квартира. По факту мы заходим в квартиру и понимаем, что не наши квартиры мы покупали, не эти квартиры. Никакого подлога, уверяет застройщик. Все строго по плану. А лишние метры, ну, так бывает. Хотите вселиться? Пожалуйста. Доплатите за квадраты. Цена вареется от 18 тысяч до 30. Залежно от поверхности, планования и этажности. Средняя цена одного квадратного метра в столице 10 тысяч гривен. Люди негодуют. Застройщик требует гораздо больше. Почти треть от изначальной стоимости квартиры. Но, как оказалось, торг уместен. И рынок здесь ни при чем. Кто-то сбил цену даже до 4 тысяч. Петр договорился за 12. Изначально мне тоже выставляли, я не помню, тысяч под 20. Доплату сделал в конце прошлого года еще. Право собственности не получил до сих пор. Вселяться не разрешают, а вот за коммунальные услуги оплату уже требуют. А на числении тарифов уведомляют в СМС-сообщениях. Решать вопрос идут в Домоуправление. В конце концов, ни квартиры, ни денег, да еще и с долгами. Люди штурмуют прокуратуру и судятся. Пока счет не в их пользу. Застройщик суды выигрывает. И тоже грозит судом. Обещает забрать уже оплаченное жилье. Получается замкнутый круг. И выбор невелик. Либо заплатить в три дорога, либо вообще лишиться жилья. Василий Зима, Виталий Коваленко, Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер.